У многих людей есть такая привычка – жаловаться на жизнь или выражать свое недовольство собой или окружающими людьми. Такой привычке учатся дома, в семье или у друзей, знакомых. А бывает просто угодив в неприятную ситуацию в жизни, ты начинаешь жаловаться. А потом уже так трудно остановиться. Плохие привычки легко входят в нашу жизнь. Особенно если не отдавать себе отчета в том, что это плохая привычка. Привычка жаловаться как раз относится к таким действиям, которые способны настолько незаметно просочиться в нашу жизнь, что порой мы даже не отдаем себе отчета, как много мы жалуемся. Почему же люди жалуются? Жалуясь, мы выражаем словами свои негативные эмоции, которые накопились у нас из-за того, что в жизни что-то идет не так, как хотелось бы. Но если вы совсем немного подумаете, то вы поймете, что жалобы идут от безысходности и отсутствия веры в то, что все можно изменить к лучшему. Выпустив пар, вы получаете минутное облегчение. Особенно если удается пожаловаться такому человеку, который способен вам посочувствовать. Тем не менее, сколько не жалуйся, вы ни на шаг не сдвинетесь с того места, где вы сейчас находитесь, от того, что вам так не нравится, к тому, что вам так нужно. И в вашей реальной жизни не произойдет никаких перемен. Привычка жаловаться – это признак негативного мышления. Если вы попали в сети такого негативного мышления, то, скорее всего, вы жалуетесь даже больше, чем замечаете, и больше, чем окружающие способны переносить. Итак, что же делать, если вы обнаружили у себя привычку жаловаться? Первым делом необходимо сменить свое отношение. И для этого я предлагаю вам просто каждый раз, когда вы почувствуете желание пожаловаться на что-то, остановиться на секундочку и подумать о том, за что вы можете испытывать благодарность. Это может быть что угодно. Может быть, у вас уютный дом, прекрасная семья или друзья, которыми вы гордитесь. Может быть, у вас есть любимый кот или собака. Может быть, вы получили отличное образование. Может быть, у вас интересная любимая работа. Или просто в жизни вы чувствуете себя уверенно, чувствуете себя в безопасности. Это тоже очень много значит. У каждого из нас и есть за что быть в благодарном судьбе. И я думаю, вам не потребуется слишком много времени для того, чтобы отыскать это. Просто иногда наше внимание цепляется за то, что в жизни идет не так, как хотелось бы. Вместо того, чтобы концентрироваться на всем том хорошем, что у нас уже есть. Помните старую поговорку. Имеем, не ценим, потеряем, плачем. Так вот, чтобы так не получилось, необходимо уже сейчас сменить свой настрой на позитивный. Это самый первый шаг к тому, чтобы почувствовать себя более счастливым человеком. Обратите внимание, что для этого я не предлагаю вам обманывать себя, пытаться не замечать неприятности или делать вид, что все лучше, чем оно есть на самом деле. Это было бы неправильно. Если у вас есть проблемы, вам их необходимо решать. Но в то же время вы можете уже сейчас направить больше своего внимания на все то хорошее, что уже есть в вашей жизни. От этого у вас появится больше энергии для решения тех самых проблем. Направляйте свое внимание на то, что вам нравится. То, от чего вы получаете удовольствие. Удерживая в своем уме больше приятных вещей, вы будете направлять на них свою мысленную энергию. И тогда, на то, чтобы думать о плохом, а тем более говорить об этом и искать жалости, у вас просто не останется ни сил, ни желания, ни времени. Кому-то может показаться, что это слишком легко. И на самом деле удивительно, что все происходит именно так просто. Излучая оптимизм, вы как магнитом притягиваете к себе окружающих людей. Подобное притягивает подобное. Да, думая о хорошем, вы будете притягивать свою жизнь именно позитивно настроенных людей. При этом вы автоматически становитесь более общительным человеком, потому что вы начинаете подсознательно ожидать от общения удовольствия. Начните визуализировать свою более счастливую жизнь, пропуская все события своей жизни словно бы через розовые очки. Примеряйте на себя ту жизнь, о которой вы мечтаете. И тогда она станет более реалистичной и достижимой. Ведь когда ваше внимание уже находится там, где нужно, гораздо проще отыскать туда правильную дорогу. Следующим шагом будет понять, что то, что внутри, тоже и снаружи. Что я имею в виду? Когда вы думаете о хорошем, у вас хорошее настроение, вы излучаете оптимизм, вы улыбаетесь, вы посылаете в мир позитивные вибрации. И наоборот, если вы думаете и говорите о неприятностях, то, скорее всего, вы посылаете в окружающий мир негативные вибрации, которые, к сожалению, могут притягивать в вашу жизнь еще больше негативных событий. Даже если окажется, что сейчас это так, это ничего. У каждого человека бывают трудные времена в жизни. Но сейчас давайте свернем с этой дороги. Заполните свой день чем-то, что приносит вам удовольствие, чем-то полезным. Например, прочтите интересную книгу, послушайте любимую музыку и расслабьтесь. Запишитесь на курсы иностранных языков или курсы вождения, или даже курсы актерского мастерства. Сделайте что-то, что вам уже давно хотелось сделать. Но все время руки не доходили. Подумайте о том, что вы получаете от того, что вы делаете. Если вы будете все время просиживать перед экраном телевизора или компьютера, например, пролистывая ленту новостей в своей любимой соцсети, это, конечно, может быть забавно некоторое время, но это не приносит ничего полезного в вашу жизнь, если делать это слишком часто. Что же может произойти, когда вы перестанете жаловаться? Скорее всего, первым делом вы заметите, что стали больше улыбаться и ваше настроение не изменилось. После этого вы почувствуете себя легче на душе и в теле, как будто с ваших плеч упал тяжелый груз, который вам приходилось везде таскать за собой. Вы заметите, как расправились ваши плечи, изменилась ваша осанка. У вас появится больше энергии на то, чтобы делать ваши повседневные дела, и вы станете более организованным человеком. Одно позитивное изменение влечет за собой другое, и это добавляет просто неизмеримое количество счастья в вашу жизнь. Кому-то может показаться, что для того, чтобы настолько изменить свою жизнь, нужно слишком много времени и сил. Но это не так. Когда вы перестанете тратить свою энергию на негативные аспекты, у вас удивительным образом появится гораздо больше энергии и времени на то, что вам нравится. Кто-то, слушая меня, может подумать, ну такой уж я человек, таким я родился. И это тоже не так. Привычка жаловаться это всего лишь привычка, даже если вам кажется, что она была с вами всю жизнь. Попробуйте перестать жаловаться всего лишь на пару недель, и вы удивитесь, как сильно может от этого измениться ваша жизнь. Точно так же, как вы делаете уборку дома, вы очистите свое мысленное пространство от негативных мыслей, для того, чтобы там было место для чего-то нового, чего-то, что вам нравится. Вы станете более счастливым человеком, ваше здоровье улучшится, и вы сможете на самом деле наслаждаться жизнью. И для этого я предлагаю вам всего лишь каждый раз, когда у вас появится желание пожаловаться на что-то, останавливаться на мгновение, для того, чтобы вспомнить то, за что вы можете испытывать благодарность. С вами была гипнолог Елена Вальяк. Спасибо за то, что посмотрели это видео и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам отличного дня!